В Новосибирской области идет голосование за Народного участкового года. И у нас в гостях Оксана Малая, начальник отдела участковых и полномоченных по Новосибирской области. Доброе утро. Доброе утро. Что это за конкурс? Участковый убирается только по голосованию? Скажу для начала, что в повышении уровня доверия населения к сотрудникам полиции. Ежегодно в Главном управлении проводится у нас этот конкурс. Проводится он путем голосования населения через сайт МВД России либо через сайт Главного управления МВД России по Новосибирской области. Ну, грубо говоря, нужно зайти на сайт и проголосовать за своего участкового. Да, там будет ссылочка, как и называется, Народный участковый. Вы заходите по ссылочке. На сегодняшний день, на сегодняшний этап у нас предоставлено 10 сотрудников, как по городу, так и по области. Поэтому выбирайте, читайте анкету и за понравившись отдаете свой голос. А по каким критериям отбирались участники? Первый этап конкурса у нас проходили, это обязательно не менее трех лет в должности и сотрудник, который не имеет дисциплинарного взыскания. Участвовали все сотрудники. И первый этап у нас прошел, также голосованием через сайт народ выбирал. И наиболее, скажем так, те, которые набрали у нас количество голосов, больше, вышли во второй этап. Таких 10. 10 человек всего? Да. Девушек много? Девушки есть. Среди участковых? Да. Какое количество? Из 10 сотрудников у нас 2 девушки. А победитель будет один среди 10? Победитель будет один. Сейчас с 7 по 16 будет это голосование. Выбирается всего один у нас сотрудник, который будет представлять на всероссийском конкурсе Новосибирской области. То есть будет еще и всероссийское голосование. С первого по 10 будет всероссийское голосование. Не будет такого конкурса, имею в виду, что надо будет творческий номер приготовить, еще что-то. Или будет. Такого нет. Такого не будет. Просто голосование. Только голосование. Я понял. Значит, 10 человек вышли в финал, получается. В полуфинал. А, в полуфинал. Значит, и один попадет в финал. Какие награды, что за это получает человек? Так как этот конкурс проводится совместно с «Комсомольской правдой», то и призыв нам выдает и почитает сотрудников «Комсомольской правдой» во взаимодействии с МВД. Могу только сказать, что по итогам прошлогоднего за первое место был автомобиль. Неплохо. Я честно думал, что там диплом, какой-то кубок, сейчас что-то... Автомобиль! Это вы про всероссийский говорите, итог? Да, да, да. И все участники, которые у нас выходят на всероссийский этап, получают почетную грамоту от министра. А сколько лет проводится этот конкурс? С 2012 года. Были наши победители во всероссийском этапе? К сожалению, нет. Не было еще. Так, Новосибирская область, призываю! И город же тоже, да? Среди всех участковых. Город, область, да. Быстренько, активненько на сайт МВД зашли и Новосибирская область и выбрали, проголосовали. Ну что это такое? Новосибирскую область надо представлять на всероссийском уровне срочно. Я поняла, почему это. Просто не голосуют. Это не потому, что у нас плохие участковые. У нас хорошие участковые. Так точно. У нас сегодня тема опроса. У нас ежедневно есть опрос в нашей группе ВКонтакте, радио 54, в Инстаграме 54, радио. Вы работаете по диплому или нет? Вы по диплому работаете, Оксана? То есть вы ездите у нас в такое образовательное учреждение, которое учит на участковых или сотрудников полиции? Конкретно такого нету. У нас все сотрудники должны быть в теорическом образовании. Но у нас есть Омская академия МВД России. Вот я окончила Омскую академию. То есть по диплому все-таки работаете? Все нормально. Значит, да. То есть не цирковое заканчивали когда-то. Мы вот об этом говорим. Что у нас же люди часто бывают, что из кардинально разных профессий или образований прыгают куда-то. Ну понятно. Все хорошо. Как вы пришли в профессию? Ну как решили? Посидеть такая молодая, красивая женщина. Да, да. Оксана. По ЗОУ, в сердце. Хотелось работать с населением. Изначально я пришла в службу инспектора профилактики, работала инспектором. Занималась трудными подростками, с семьями неплогополучными. Ну и дальше по карьерной лестнице мне пришлось руководить. Ну, скажем так, практически такой же службой, только уже в высшем масштабе. То есть работать со взрослыми. Еще со школы была такая мечта, было такое желание? Или все-таки, не знаю, там, были мысли там про врача, про садов? Конечно, всегда мне нравилась форма. В первом очереди для девушки это было очень приятно, когда мужчины приходят в форме. Ну и хотелось я попробовать. Получилось. И вам форма тоже очень идет. Спасибо. А я сижу стыдно признаться, вот две звезды это кто? Подполковник. Ой, ничего себе. А почему мы без отчетов? Продолжим разговор после рекламы. У нас в гостях Оксана Малая, начальник отдела участковых, уполномоченных по Новосибирской области. Говорим мы про конкурс народный участковый. Значит, вы уже обсудили, что голосование уже идет. Все правильно? Так точно. А сколько оно еще продлится? До 16 октября. Прочительно. Напомним еще раз всем слушателям, куда нужно, на какой сайт зайти. Можно выйти посредством интернета на сайт МВД России, либо на сайт МВД России по Новосибирской области. Там будет ссылочка, так и называется, народный участковый. Заходим по этой ссылочке, выбираем конкурсанта, у нас здесь представлено, и голосуем, и даем голос. Там есть фотографии и описание работы? Работы и полностью анкета. Как узнать, кто участковый на твоей улице? Опять же, обращаемся на сайт МВД России, либо на сайт Главного управления нашего. Там есть также ссылочка, ваш участковый называется. Заходите по этой ссылочке, вводите данные своей улицы, номер дома, и вам высвечивается, кто ваш участковый. Но он, возможно, не попал в эту десятку. Возможно, не попал. А мне вот сейчас интересно, в наше современное время чем-то отличаются обязанности участкового от тогда, когда мы помним, когда они по домам ходили, профилактировали, знали всех, кто как живет и так далее. Глобального изменения нет, у участкового так и остается основная функция, это обход, ежедневный обход административного участка и работы именно с населением профилактического характера. То есть понятно, что участковый, он не приходит ко всем. У него есть только возможность. Сигнал поступает, да? Да, да, да. Мы приходим, к сожалению, только в тех случаях и в тех семьях, где необходимо на самом деле в помощь участковому разобраться, провести профбеседу и принять какие-то меры. То есть если мы не знаем своего участкового, значит у нас все хорошо. Это хорошая примета. Это хорошая примета, да. Вообще образ современного участкового, что это за человек, по-вашему мнению? Должен быть грамотный, юридически подкован и, конечно, быть психологом. Самое главное. Потому что работа идет с населением. А если кто-то сейчас нас слушает из молодежи и такой, о, Эврика, хочу стать участковым, что делать? Пожалуйста. Ну только за. Пожалуйста? Что для этого, кроме юридического образования? Все, Алилина, я пошел. Юридическое образование получать-то пошел, да? Высшее причем. Да, я так понимаю. Самое главное, да. Это высшее юридическое образование. Это делать и это самое. Конечно, здоровье должно быть. Вот, Саша. И мужчины должны дать нам пройти армию. То есть должно быть за плечами армия. Без этих критериев в полицию сейчас не попасть. Ну а дальше идет, конечно, медицинская там уже у нас осмотр. И, так говорится, профпригодность. То есть проходит ПФЛ, так называемый. Психологи работают с человеком. Только после этого дается добро. А для девушек? То же самое, только без армии? То же самое, только без армии. Только без армии. Да. Вообще много девушек в этой профессии. Я заметил, что в последнее время, да. Раньше участковый это вот мужчина. Я девушек вообще не помню. К сожалению, наверное, или как это сказать, очень много девушек, но они не уступают мужчинам. Они не уступают, потому что они грамотно подкованы, юридически подкованы. Они хорошие психологи. То есть они выигрывают. Ну да, человек, он более, наверное, расположен к... А они же должны обладать какими-то навыками самообороны. Их этому учат или как? У нас обязательно ежедневно все сотрудники, то есть еженедельно посещаем такие занятия по спорту, где мы изучаем боевые приемы борьбы. Мы стреляем, что это у нас есть огневая подготовка и так далее. И ежегодно мы даем зачеты по данному норме, по этим нормативам. Не сдал зачет, и ты не допускаешься к работе. Вот так вот. Вообще активно ли помогают граждане участковым на местах сейчас? Ну, надо, наверное, разделить. Или хотелось бы активнее? Да, хотелось бы активнее, но нужно это разделить. Для города понятно, что здесь большая численность населения и очень много молодежи, которым здесь тоже времени нету и неинтересно, где так бывает. А вот в области, там, где, конечно, и население поменьше, и маленькое, там все-таки возраст постарше населения, участковые тесно взаимодействуют с такими гражданами и, конечно, помогают и в раскрытии преступлений, и в профилактике правонарушения. Наоборот, не допускаем совершения данных преступлений. Ну, и опять же, чтобы люди знали своих участковых, вообще помнили, что они есть, для этого тоже, в том числе, и устраивается вот этот конкурс народного участкового. Так точно, мы поднимаем престиж все-таки участкового. Надо поднять престиж, и чтобы люди понимали, что если они не знают своего участкового, это не означает, что его нету. Он работает, он реально работает. Поэтому, друзья, давайте... Делает все для того, чтобы вы дольше его не узнали. Давайте голосовать. В хорошем смысле, конечно же. Да. А вы не участвуете, нет в конкурсе Аксона? К сожалению, так. А я бы за вас проголосовал. Правда. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, в гости. Напоследок мы просим рассказать какой-нибудь забавный случай из жизни. Замавный случай из жизни. Был в моей жизни такой случай, это когда мы с мамой лет 10 назад летали в Германию отдыхать. И не по нашим вене, скажем так, перепутали нам кассиры, которые продавали билет, дату вылета. Мы приехали в аэропорт, в аэропорту уже улетел самолет. И мы с мамой остались в аэропорту. Ну, хорошо, что у нас виза была продлена ровно на 2 дня. И нас бесплатно, потому что не по нашему вене, скажем так, отправили через 2 дня. Плюс из этого то, что мы 2 дня еще поблили по отдыху. Продлили отпуск к себе, отлично. А вы еще сказали, что у вас есть хобби какое-то, да? Хобби, да. У меня в настоящее время дома, в живут вместе со мной, 3 маленьких шпица. Это вот эти вот, которые на лисенок? Да, на лисенок. Началось все с одного, закончилось с 3-мя собаками. Это как 1, 2, 3 пошло. И, конечно, почему я этим занимаюсь, мне это интересно. Оттекает маленькая где-то от серьезной работы. И большой плюс, что я хожу на выставки собак. И мои собаки занимают призовые места. Здорово. Везде успеваете, слушайте, здорово. Спасибо еще раз большое и успехов вам во всем. Оксана Малая, начальник отдела участковых и полномочий по Новосибирскому области, была у нас в гостях. Еще раз благодарим. Спасибо.